Всем привет, Тимочка говорит. Скажи, у нас сегодня особенный день. Сегодня мы повзрослели еще на один месяц. Нам 9 месяцев. Да? Да, малыш? Тебе не нравятся чопики твои? Не нравятся. Чего чопики не нравятся? Новые чопики мама купила. И новые тебе нарядик. Жилеточку какую тебе мама купила. Красивую. Тимочка, ты сегодня у нас большой. Тебе уже 9 месяцев сегодня. Да. Тимка? Вон, Света. Девяточку сделал с мандаринок. Уже не знаем, с чего лепить. Хотели кексики купить сладенькие такие. Знаете, как корзиночки. Но их не было. Сейчас сыночка мне поможет. Разве забегу эту девяточку, да? Я уже не знаю. Тебе нужна мандарин, на? Ух ты! Какой тебе мандарин! Мандарин я люблю, скажи. Да я обожаю их. У нас тут еще Новый год продолжается. 15 января. Радно, есть, на. Ты их помыла хоть? Нет. Ну так, не надо ему в рот. Не надо в рот. Я не разрешаю его. Он и не спрашивал. Игрушки тоже, наверное, не мытые. Мандаринку в рот нельзя? Мандаринку. Вчера давали, так он ее чистую грыз. Мандаринку. Тимочка, смотри, какие у тебя подарочки. Мама с папой. Смотри, какой у тебя троп-топ. Смотри, какой у тебя троп-топ. Тимочка, ну, этот девятимесячный тримест, да? Тримест третий. Тебе такие подарочки. Что еще там за подарочек? Машинка, машинка и сортик такой. Мама сама выбирала. Какой у тебя танк. В этом году, Тимочка, без... Ой, в этом году, в этом месяце. Мы без тортика тебе. Мы уже устали что-то есть сладкое. Короче, сели на диету. Без сладкого, без тортика. Ух ты. Тут еще попробую гадать, куда какой. Решили без тортика в этом месяце. Ограничимся только подарочками. Мандаринки кушать будем мы. Тимочка помогать будет тоже кушать. Зая, то ты себе купила или Тиму? Да я думаю, как ее собрать. Тим, пошел он всю твою конструкцию нарушать. Тимочка, еще фоточки надо сделать, котеночек. Смотри, какой сокик. Сейчас перейдем, наверное, к фотосессии. Потому что пока он тут еще сидит. У него же надолго не хватит его. Пока сидит, надо фоткать. На улице вот такой закат офигенный. Конечно, камера не передает красоты. Но очень красиво вживую выглядит. Несмотря, конечно, небо все пасмурное. Но солнышко нашло себе там щелку вылезти. Вылезти и зайти за горизонт. Так, а мы, ребята, вышли прогуляться. Вынести мусор заодно. Тимочку на улицу вынесли. Подышать, сижу воздухом немножко. Солнце еще не успело сесть. Так что мусор можно еще вынести. Небо такое от заката. Немножко розоватое, красивое. Да, ребята. Ночь, кстати, у нас, слава богу, прошла спокойно. Ничего не слышали. Было вроде бы все тихо. Небо красивое, посмотри. Да, я же говорю, сейчас да. Ух ты. Сейчас видно уже даже. Телефон передает розовые. Розовые облачка, такие красивые. О, ребят, смотрите, какая красота. Дома не передавала такого. Реально очень красиво. Красота. Такое на мороз, как будто завтра будет. Такой, да, ярый. Красный закат. Сегодня вообще какое-то такое настроение. Вообще, какая-то апатия. Делать ничего не хочется. Мы себе планы позаписывали. Дневники. Но мы практически ничего не сделали. Я не знаю. Нету настроения, нету сил как-то. Вай-фая нету еще плюс. Да, сейчас за вай-фай расскажу. Я, если верить, сегодня интернете прочитал, что грустный понедельник, как его так называют. Третья неделя января называется грустный понедельник. Если верить, то психологи говорят апатия, нету настроения. Ну, собственно, у нас такое состояние сегодня, в принципе. День рождения у Тимочки. Такое ощущение, что оно у нас. Ничего не хочется делать, я же говорю. И у нас еще, да, вдобавок плюс перестал вай-фай что-то работать, роутер. В общем, подключили старый. Позвонили там на линию поддержки интернета. Старый работает вай-фай. С новым что-то непонятно. Ну, старый такой модем у нас, что интернет очень-очень слабый. Короче, он виснет. Толку от него нет вот этого модема. Что, скользко? Скользко, да? Так, иди по обочинке. В общем, сегодня там есть знакомый у меня товарищ разбирается по настройкам. Пообещал вечером зайти посмотреть, что с модемом с нашим, с этим. Почему он не работает. Настройки, говорит, возможно, сбились. Ну, в общем, надо разбираться. Я в этом не разбираюсь и лезть туда не хочу. Пошли сюда, а тут скользко. Ну, иди по обочинке. Оно, солнышко светило и тут подтаяло, да, скользковато. Идёшь под ногами, реально, скользишь. Иди по снежку по снежку. Главное. Вышли 10 минут, а уже руки замёрзли. Ветерок такой прохладненький. Сейчас будем уже, наверное, в дом заходить. Все надолго не погуляешь. Тимочка, а что у тебя слезка? Слезка на глазику. Слезка замёрз. От ветра у меня тоже. От ветра иногда глаза слияться. В общем, кружок вокруг дома сделали. Такую мини-прогулочку. Пойдём домой, наверное, уже. Будем заходить. Аккуратно, тут скользко тоже. Что, ребят, такое вышло видео. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Также не забывайте подписаться на наш канал. Ну, а мы с вами прощаемся до завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok